всем привет рад приветствовать вас на своем канале в этом ролике я заменю старенький двухъядерный процессор на новый четырехъядерный и проведу сравнительный тест железа перед тем как я начну хочу выразить тебе благодарность за активное участие в жизни моего канала предыдущий ролик набрал много просмотров благодаря тебе если ты не успел посмотреть его то ссылка на ролик будет находиться сверху нажимая переходить и так мы начинаем в таком прекрасном корпусе немецкой компании be quiet silent bass 601 находятся мои комплектующие отелинская плата тайваньского бренда asrock killer sli реализованную на чипсете z270 изготавливающийся по 22 нм технологии расположение полупроводников плата killer sli имеет 1151 сокет первой версии это означает что это материнская плата поддержит процессоры от бюджетного двухъядерного celeron и заканчивая четырехъядерными камнями седьмого поколения оперативная память фирмы kingston и r4 у меня установлены две планки по 8 гигабайт каждая которая функционирует двухканальном режиме на частоте 3000 мегагерц тайминги азу 15 17 17 36 скорость чтения 34 327 мегабит секунду за охлаждение процессора отвечает кулер корейской фирмы залман модель cnps 9900 который имеет площадь рассеющей теплоповерхности равную 5402 квадратных сантиметров 120-миллиметровый вентилятор имеет приятную зеленую подсветку дисковая подсистема реализована на двух дисках один обычный жесткий диск фирмы western digital емкостью 1 терабайт линейки red а другой ssd 840 samsung который имеет объем 120 гигабайт графическая система реализована на видеокарте rx 580 сапфир который имеет объем видеопамяти 8 гигабайт блок питания чифтек 1000 ватт модульного типа после долгой ступитной части давайте перейдем замене процессора отсоединяем разъем питание вентилятора процессор от материнской платы эти винты вообще неудобно расположена отвертка приходится подлазить только сбоку снимаем систему охлаждения процессора удалим термопасту с процессора для этих целей возьмем обычную бумажную салфетку а в качестве средства для смывки я попробую мягкий бесцветный чиститель flux of объемом 0,4 литра распылю это средство на салфетку и начну аккуратно удалять остатки старой термопасты все то же самое я сделаю и для основы кулера поверхность очищена подготовим процессора 7 7 700 для установки материнскую плату протрем его поверхность теплоотводящую тем же составом установка нового процессора intel i7 7 700 проста все операции проводится в обратном порядке на одном из углов камня находим треугольный ключ желтого цвета такой же как и на материнской платья 10 находится совместим треугольник на процессоре с треугольником на материнской платье закроем крышку установим крючок в штатное положение для улучшения охлаждения процессора за счет лучшего теплоотвода буду использовать термопасту фирмы corsair xtm 50 подробное описание распаковка по ссылке сверху над роликом переходите и смотрите возникает вопрос а как же наносить термопасту на крышку процессора 7 700 в одном из роликов youtube проводил сравнительный тест вариантов нанесения термопасты на крышку процессор лучшим способом нанесения термопасты является способ которым термоинтерфейс наносится на процессор капли в центр крестом или кругом я воспользуюсь первым способом молча внимания приемния тварь убivia обращающую обращение 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова полностью раскрываться. Это неплохой апгрейд моей системы за сравнительно небольшую цену. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...